Пашинян 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 Патриархии Грузии. Начала в Кабаире работы по консервации. Для укрепления стен были установлены деревянные и металлические конструкции. Это вызвало тревогу грузинских искусствоведов, историков и Патриархии Грузии, по заявлению которых армяне начали работы по консервации, даже не ознакомив их с проектом. Появилась опасность того, что многие грузинские надписи будут просто сфальсифицированы или уничтожены. Руководитель движения Довитиани при Патриархии Грузии Катес Ванадзё тогда выступил с заявлением о том, что начатые в Кабаире работы и проведение армяно-грегорианского богослужения в монастыре Ахталы являются прямым нарушением заключенного между грузинской и армянской церковью соглашения, согласно которому до выяснения всех обстоятельств в спорных храмах не должны проводиться службы. Данное соглашение нарушается армянской стороной в одностороннем порядке, что вызывает большую тревогу Патриархии Грузии. В связи с вышеназванными монастырями позиция Патриархии неизменна. Монастыри, бывшие собственностью Грузии, должны быть возвращены своему историческому наследнику. Необходимо создание комиссии, которая установит, каким образом вернуть храмы. Армянская сторона тогда демонстративно проигнорировала обеспокоенность Грузинской Патриархии и грузинской общественности ситуацией с грузинскими монастырями Кабаири и Ахтала, находящимися на территории Республики Армения. Похоже, что для армянских реставраторов-фальсификаторов было главное по максимуму уничтожить свидетельство о грузинкам происхождение монастыря Кабаир, а никак не спасти его. Монастырь по-прежнему находится в ужасающем состоянии. Сценарий один и тот же. Такое же они проделывают и на оккупированных территориях Азербайджана, присваивая, уничтожая культурное наследие другого народа. Самое страшное, что несмотря на вмешательство этих реставраторов. Грузинский монастырь, по сути, превратили в хлев, о чем с возмущением писали сами армянские СМИ. В частности, об этом в 2017 году был материал в издании «Спутник Армения». Хлев в Кабаире или «Священная корова в средневековом монастыре». В материале было опубликовано шокирующее фото «Корова лежит в алтаре древнего грузинского храма». Правда, в материале ничего не было сказано о грузинском происхождении монастыря, и он, назван, был армянским. Но даже оболваненных националистической пропагандой граждан Армении возмутило тогда кощунственное отношение к святыням. К сожалению, псевдопатриоты Грузии, сегодня так переживающие за судьбу, Давид Гареджи, тот же Николос Мживанадзе, ни словом тогда не возмутился тем, что грузинскую святыню, его армянские друзья-наниматели, превратили в хлев для скота. Сегодня же Никол Пашинян, по-видимому, решил, что использование грузинского монастыря в качестве хлева невыгодно и лучше сделать его туристической достопримечательностью. Однако радоваться этому преждевременно. Есть опасность того, что привлечённые для придания туристического вида монастырю армянские реставраторы-фальсификаторы доведут до конца уничтожения грузинских надписей. Чтобы показывать монастырь Кабаири туристам, как армянский, выдачной грузинской мухой и руководителем. Продолжение следует... Продолжение следует...